Я взяла трубку. Ну и куда ты пропала? Я неделями жду, когда мне дочь родная сейсвольт позвонить. Привет, мам. Я звонила тебе три дня назад. Я тоже человек и могу уставать. Ну да, может, и чужие раскрашусь. Действительно, тяжкий труд. Не могу, ты скружаешь, уже номер набрать. Не надорвешься. Ну, мам, я хотела тебе позвонить сегодня. Представляешь, я попала на фотосессию к крутому фотографу. Вообще, он снимает для глянца. И вот позвал меня. Кажется, я ему понравилась, как я выгляжу в кадре. Тебя? На фотосессию? И сколько он с тебя взял? Он меня бесплатно снимал. Ты что, модель, что тебя бесплатно снимали? Ты раздевалась перед ним, что ли? Нет, не модель. Я не раздевалась. Не хочешь, я не буду тебе ничего рассказывать, мама. Нет. Ну, почему? Рассказывай. Мне интересно, чем моя дочь занимается в Москве. Мам, что тебе не нравится? Я работаю, снимаю квартиру. Денег у тебя не прошу, по клубам не шляюсь. Вот почему ты всегда на меня кричишь? Что со мной не так? Да ты такая же, как и твой отец. Он был неудачником, ни копейки в дом не приносил. Одна я пахала, как проклятая. И ты такая же. У Светки дочь сейчас крутой институт заканчивает. Машка Валькина замуж выходит. А ты что, бегаешь с распуфыренными девицами, глазами красишь. Сама хоть бы на пробежку сходила. Мам, ко мне пришли. Я перезвоню. Ладно? Так и будем стоять? Ты? Как? А вот так. Это не я. Ты. Если бы я напялила на тебя вот такие каблучища, вот это была бы не ты. А тут очень даже. Все.